Мэр Сочи Анатолий Пахомов во время обхода набережной в июне обратил внимание на неприглядный вид подземного перехода и дал поручение Департаменту физической культуры и спорта, который курирует улицу Чайковского, привести переход в порядок. На это был отведен срок, но в связи с тем, что подрядная организация приступила к работе, но 25 числа произошли события, связанные с подтоплением, в том числе пострадал подземный переход, он был полностью затоплен. И также после того, как вода спала, были повторно произведены работы по очистке перехода от воды, от ила, и потом опять повторно была приведена генеральная уборка этого подземного перехода. Сегодня специалисты подрядной организации завершают ремонтные работы. Была поставлена задача не просто отмыть стены и полы, но и провести дезинфекцию. Для этого мрамор и гранит обрабатывали химическими препаратами. Далее наносится гидрофобизатор. Этот гидрофобизатор оказывает следующее действие. Он забивает поры микротрещины в мраморе и граните, не давая доступу вредным веществам проникать в эти данные микротрещины. И закрывает все эти поры для доступа вредных веществ. Далее наносится полирующее средство, натирается, и чтобы придать внешний блеск и лоск. Подобная генеральная уборка будет проводиться раз в полгода. Эта же подрядная организация будет и дальше следить за состоянием подземного перехода, причем ежедневно. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.